По поводу чтения мыслей. Вы путаете собственные домыслы, например, если бы вы так не сделали, вы думаете, что они так должны сделать. Если бы вы обиделись, вы думаете, что он обиделся. Например, вы зашли в какую-то аудиторию, кто-то похихикал, вы думаете, что про вас хихикают. Вы, например, выступаете публично, и вам кажется, что они считают вас идиотом, хотя на самом деле-то вы себя идиотом считаете. То есть вы в чтении мыслей путаете собственные мысли о себе с мыслями окружающих. Вот здесь есть много новичков на седьмом сезоне, и наверняка есть социофобы. Вот социофобы – это ребята с неврозом, у которого доминирует чтение мыслей. Они про меня подумают плохо. Проблема в том, что социофоб – это человек, который сам про себя думает плохо. Он говорит, что я говно, и я ничего из себя не представляю. Вот если у человека есть такое внутреннее осуждение, что он говно, и он ничего из себя не представляет, то по принципу проекции он считает, что о нём так все думают. Если человек считает, что о нём все думают, что он говно, как это говно должно чувствовать себя уверенно в социуме, когда вокруг него тысяча людей, которые считают, что он говно? Естественно, он будет чувствовать себя тревожно. А тревожно, потому что, когда все считают, что он говно, может прилететь что-то в бубен или могут напасть. Они же считают, что это говно. И ещё раз схему рассказываю. Социофобия. Если социофоб, социофоб базово считает себя дерьмом и не считает себя нормальным человеком, потому что он убежден, что он какой-то не такой. По принципу проекции он сам не замечая того, автоматически наделяет суждения других о себе точно такими же данными. То есть у него психика считывает по принципу проекции, что о нем все считают, что он ничего себе не представляет и что он дерьмо полное. Когда социофоб выходит в социум, почему ему становится дико страшно? Потому что мозг бессознательно считывает, что если вся эта пиздобратья народа считает, что он говно, ничего из себя не представляет, то они могут на него напасть, могут его осудить, могут с ним поступить как угодно. Вот вам и тревога в социофобии. Это очень элементарно. Вот так понятно? И не надо писать огромную книгу про социофобию, что это такое, откуда это пошло. Это можно уложить вот в этой структуре в одну простую формулу. Но есть люди, которые любят раскинуться мыслями по древу интернета и рассказать нам на 10 часов, а желательно еще книгу вот такую написать, что такое социофобия. Еще раз рассказываю, загибайте слова, сколько слов умещается в том, чтобы объяснить, что такое социофобия. И как выглядит сама структура и отсюда терапия и обратка. Еще раз слушаем. Человек считает себя ничем, считает себя неинтересным, никчемным, считает, что он ничего особенного из себя не представляет и считает себя некрасивым, уродским дерьмом. По принципу головного мозга, который называется проекцией, мы всегда наделяем окружающих теми мыслями, которые думаем сами о себе в том числе или о ситуации. Так вот, этот человек выходит в социум и по принципу проекции головного мозга, у него автоматически люди вокруг наделяются тем же самым мышлением, что они считают, что он дерьмо, как будто они считают, что он не способен. И когда этих людей становится много, ему становится страшно, только он этого не осознает, его просто корежит. А почему? Потому что, когда много людей вокруг, которые считают, как ему кажется, что он дерьмо, они могут напасть, осудить и так далее. Проблема в том, что эта формула скрыта в осознанности по социофобии. Потому что у социофоба может и не быть панических атак никогда в жизни с ВСД. Социофоб может быть вообще без ВСД и без панических атак. У него просто есть с детства мысль о том, что он говно, и звать его никак. По принципу проекции он автоматически считывает, что все считают его говном. Поэтому чем больше людей, тем выше его тревога. Этот социофоб может более-менее еще адаптироваться один на один с человеком, потому что он хотя бы может типа влиять на его мысли о том, что он не очень говно. А даже если он думает, что он говно, один человек вреда ему не принесет. Но как только этот человек социофоб попадает в область трех, четырех, пяти, а то и ста людей, все, его корежат. Потому что это опасно. Они же считают его дерьмом. Значит, кто-то может напасть и обидеть. А агорафобия – это вообще другая тема. Агорафобия всегда вырастает из тревоги за здоровье, потому что у человека повышенная тревожность и так далее. Может, конечно же, социофоб, который испытывает социальную тревогу сильную, испытать вегетативную активность на улице и посчитать это за угрозу жизни, запаниковать и присандалить к этому, страх, что сейчас вся эта толпа, которая считает его говном, закидают его камнями, потому что он тут у нас паникует. Может быть так. Может. Но по структуре это разные вещи. Они просто могут быть сочетаны. Понятно? Невростыники, конечно, могут быть без панической атаки. Любые невротики могут быть без паники. А в чем проблема-то? Вы что считаете, у нас паническая атака это что-то, невроз какой-то? У меня сотни невротиков, тысячи невротиков без панических атак. И у меня сотни невростыников, топ-менеджеров, предпринимателей, которые вообще не знают, что такое паническая атака. Причем не все это? Конечно. Так. Окей. Оби. Вот это по поводу чтения мыслей. Поняли, как это? Записывается в дневнике, ну, в таблице чтения мыслей таким образом. Они скажут, они подумают, они оценят, они скажут обо мне так-то, там, будет то-то, то-то, они подумают то-то, то-то и так далее. Продолжение следует.